Так, что это за фигурки? Это ювелирная смола с добавлением вещества, как и на фото. А можно вопрос задать о чем? Это... шоп на ютубов. Серьезно? Это наши творчества, они светятся в темноте. Ладно. Дайте ладошку. Светятся в темноте, оцените. На флимере. Сейчас не видно, вот камера в лоб. Выходите, смотрите. Они прочные, долговечные. Вот, там светится, да. Полонсальный начинчок. Делаем мы их сами своими руками. В состав входит ювелирная смола, немножко полимера для прочности, краситель и само вещество. По сравнению с способом абсолютно нетоксичны и токсичные вещества не выделяют при контакте с кислородом. А что может светиться, кроме фосфора? Люмнофор. Вот это вещество. Фосфор уже светится и выделяет токсичные вещества при окислении, при контакте с кислородом. А это просто светонакопитель. Абсолютно любой свет впитывает и в темноте до 7 часов светится. А люмнофор это вещество такое? Это вещество такое. Светонакопитель, он в часах используется. Так а в часах как раз, по-моему, фосфор. Посмотрите, необычные пигурки. Называется люмнофор. Серьезно, они безобидны. Мады не боятся. Не, люмнофор это как бы химическая формула или это... Светонакопитель. Как говорится... Какое базовое вещество, мне интересно, если не фосфор, то что? Слушайте, молекулярный состав, конечно, я вам не скажу. Нужная работа. Оцените наше творчество. Оцените наше творчество. Вы мне даже немножко фрукти поставили. Нет, просто для меня это новость. Я считал, что светится у нас только фосфор. Фосфор, он всегда светится. А вот вы сейчас... А как только повесите на то, сразу будет видно. Ну, классные штуки, да. Что скажете? Что понравилось больше? Ну, вообще, как я понял, не спите. Ну, как сказать... Да может здесь. Как сказать? Ну, я еще в прошлом веке приехал сюда учиться. А, учиться, как-то осталось. То есть, живете не здесь? Ну, сейчас здесь. А здесь могу пару историй каких-то рассказать. Например, почему лев держит лапу на шаре, знали? Ну, он контролирует мир, как бы это же левицкий орден. Вообще, даже в интернете, если хорошо поискать, можно найти. Задумка у Афсора была такова. Лев... Это большие мифические леви, как бы говорят. Которые созданы для того, чтобы охранять будущих. Такую форму, типа. А чего охранять? Просто как охранники, которые будут вечно не спать. Как? Я сейчас объясню. Лев ставит лапу на шар. И когда он начинал засыпать, у него шар из-под лапы укатывался. Он терянул на месте и падал. Тем самым он просыпался, ставил его на место и продолжал личную спать. Ну, это по методу Юлия Цезаря, да? Что-то вроде, да. Не, а я-то другую историю слышу. Что... Какой? Ну, это символизирует земной шар и, как бы, это, там, тайна общества, которая контролирует всю планету и их символ. История на сомнели очень много. Также могу про лунного кота сказать. Про лунный кот или эльфийский кот. Знаете, почему он с рогами или с третьим глазом? С рогами, но без рогов. Рога. А, вот этот? Да, это с третьим глазом. Так же поворачиваю просто. Ага. Это тоже из мифологии, из китайской тоже. У них, по поверьям, в лесах жил когда-то бес. Пугал людей, крал животных. Но ему однажды жить в лесах надоело. Он пришел к людям и сказал, давайте мы с вами договоримся. Вы будете меня любить, кормить, а я, наоборот, буду вам помогать. То есть перестану вас пугать, буду всяческих духов от вас отпугивать. Поэтому он вселился в тело кота. Которых мы любимся, лазим, да, кормим. Но рога у него остались. А, третий глаз? Ну, и третий глаз. Там, где уж как рассказывается. А, у этого что за символ на лбу? Это просто зачарованный ход. Зачарованный ход с респит, зачарованный, да. Это астральная колонна, да? Астральная, да. Александровская, асархальная. А, там Михаил, не ровно. Аго, Рост, Тайчиш, Береж. А там Вархамгин Михаил? Да. Он, кстати, тоже, видите ли, факт можно про него рассказать. Вот эта большая скульптура, она вся состоит из кормки. Весит около 13 тонн, чтобы вы понимаете. А, на бортовой площади. Не сам стоп, а... Нет, сама вот эта вот скульптурка. И она стоит под собственным весом без единого крепежа. И сама колонна тоже просто стоит, а никак не может быть. Ну, понимаете, колонна веса меньше, чем у Гронзы. У Гронзы же удельная масса, выше. Колонны меньше, чем у Ангелов. Ладно, можно посварить, в принципе, в обуви. Я просто знаю, сколько весит колонна. 600 тонн. А как его туда поставили? Ну, этого, кстати, я уже не знаю. К сожалению. Я бы уже рассказал. И почему Архангел Михаил? А Архангел Михаил, это же, считался, Павел, царь Павел, считал его своим ангелом. И вот это Михаиловский замок, вот. Почему Михаил? Его подстроил Павел. Потому что у Павла был ангел Михаил. А вот эту колонну, я так понимаю, до него поставили? Или нет? Вообще, при каком царе колонну поставили? При Александре? Да, это первое будет. Честно говоря, опять же, я не историк. И самого мне ничего нужно вам рассказать не могу. Расскажи просто примерно. Эти дела, на самом деле, мы занимаемся относительно недавно. Примерно три месяца. У нас тут на мойке 27. Небольшое помещение, где, соответственно, лежат все материалы. Какую такую технологию мы где-то нашли или сами придумали? Все более-менее просто. Вообще, мы следуем за человеком. У нас есть как бы старший, само собой. Мы не сами себе начальники. Грубо говоря, как рабочая сила. Мы не посмотрим, что вacak. 60 мerm — это шумчик. Клай в лаку. Что если у谁信 ilgili ребёнка — это шумчик. Ладно. Ну voila. Приятно. Мы говорим.